Прошедший год был непростым и для страны и для многих сфер бизнеса, но это не помешало предпринимателям развиваться, открывать новые проекты, выходить на новые рынки. В это время очень ценной для многих стала помощь Центра «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии. О том, какие меры поддержки помогли предпринимателям не просто выстоять, а вырасти, мы попросили рассказать руководителя Центра Диану Хубиеву. Диана, скажите, с какими проблемами столкнулись предприниматели Карачаево-Черкесии в прошедшем году? Какие новые вызовы появились? В 2023 году наши предприниматели столкнулись с теми же проблемами, которые мы наблюдаем в последние годы. Основная проблема – это нехватка квалифицированных кадров, причем во всех сферах экономики нашей республики. Это и легкая промышленность, и туризм, и гостиничный бизнес, и также сфера общественного питания. Также еще одна из проблем – это нехватка помещений для ведения собственного бизнеса. К сожалению, в наших муниципальных образованиях, в нашем городе Черкесске не хватает помещений для того, чтобы предприниматели могли по адекватной цене арендовать помещение для того, чтобы производить ту или иную продукцию или же оказывать услуги. То есть вот эти две основные проблемы, которые мы видим именно в сфере малого и среднего предпринимательства, особенно вот это наблюдалось в прошлом году. Скажите, а какие новые меры поддержки появились для наших предпринимателей в прошедшем году? Именно в нашей организации, в центре «Мой бизнес» мы ввели в 2023 году новую услугу маркетинговое продвижение для предпринимателей. Данная мера поддержки, она пользуется спросом уже давно по всей стране, но именно мы начали ее оказывать в 2023 году. Что включает в себя данная услуга? Это начиная от создания и изготовления логотипа для предприятия, заканчивая изготовлением наружной рекламы, баннеров, вывески. Кроме того, на безразмезной основе мы разрабатываем для предпринимателей сайты, видеоролики, которые очень пользуются у нас спросом. Данная услуга оказывается не только для предпринимателей, но и для самозанятых граждан. И на сегодняшний день уже около 40 предпринимателей получили данную услугу, данную меру поддержки. И больше всего отзывов мы за все время, что мы работаем, мы услышали именно по этой мере поддержки. Ситуация с соцконтрактами. Какова она в Карачаево-Черкесии? Сколько человек смогли получить этот вид государственной помощи и на какие цели были потрачены? В 2023 году более 950 человек получили социальный контракт на ведение предпринимательской деятельности, а также на ведение личного подсобного хозяйства. Из них 578 – это индивидуальные предприниматели, 373 – это предприниматели в сфере ведения личного подсобного хозяйства. Также хотелось бы отметить, что с 2024 года меняются немного правила получения соцконтракта. Таким образом, на базе региональных центров «Мой бизнес» и у нас будет проходить тестирование для тех, кто хочет получить социальный контракт для того, чтобы определить их предпринимательские компетенции и навыки. Кроме того, помимо того, что на базе центров «Мой бизнес» будет проходить тестирование, мы будем также помогать защитой проекта, доработкой бизнес-плана. Также мы будем мониторить в течение двух лет, как вообще живет предприятие и с какими проблемами они сталкиваются. То есть, чуть-чуть мы усилимся в этом году и будем продолжать в том же духе, помогать, получать предпринимателям социальные контракты, поскольку данная мера поддержки все больше и больше становится актуальна не только в нашем регионе, но и по всей стране. Диана, скажите, а какой проект или проекты были наиболее успешными? Одним из наиболее успешных я бы хотела назвать, это, конечно же, сферу гостиничного бизнеса, поскольку с каждым годом растет количество гостиничных объектов на курортах Тиберда, Архиз, Дамбай. И если это были еще раньше такие маленькие микропредприятия, на сегодняшний день они уже достаточно крупны в своей сфере, как малые и средние предприниматели, и мы видим, как развивается данная сфера. Кроме того, очень хотелось бы отметить проекты в сфере легкопромышленности. Очень большое количество у нас легкопромышленников в регионе, и которые на сегодняшний день работают не только по всей стране, но и по всему миру. Это такие крупные проекты, как Найс, Корки, Идеал, и их очень много, поэтому очень радует, что они уже смогли выйти не только на межрегиональные рынки, но и на международные. Ну и, конечно же, проекты в сфере социального предпринимательства, как я уже сегодня сказала. Если в 2017-2018 году у нас было там их 2-3, можно было по пальцам пересчитать, на сегодняшний день количество растет социальных предпринимателей. В конце года мы подали, у нас на региональный уровень конкурса «Мой добрый бизнес» вышло 7 предприятий, 7 социальных предпринимателей, и которые, данные предприятия, участвуют теперь в федеральном конкурсе. Надеюсь, тоже получат там призовые места. Это очень надеемся. Вы уже упомянули о самозанятых. Давайте поговорим о них чуть более подробно. Скажите, сколько их в Карачао-Черкесии, растет ли их число, и какие меры поддержки они получают от государства? Да, на самом деле, очень растет количество самозанятых, не только у нас в регионе, по всей стране. Но если говорить о нашем регионе, на сегодняшний день это порядка 22,5 тысяч самозанятых граждан. Количество растет, и мы видим развитие данного направления. Что касается мер поддержки для самозанятых, они не сильно отличаются от тех, которые мы оказываем для предпринимателей. Но самозанятым выделяется больше финансирование, поскольку это очень актуально и в этом году, и в прошлом году. Поэтому в этом году мы охватим больше самозанятых граждан, чем в прошлом году. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы видим, что в Карачао-Черкесии открываются рестораны, магазины, салоны. Диана, скажите, а какие наиболее интересные кейсы вы бы выделили? Да, действительно, благодаря государственной поддержке в прошлом году многие предприниматели смогли открыть свое дело. И мы наблюдаем тут в основном открытие деятельности в сфере социального предпринимательства. И здесь у нас очень много детских школ, реабилитационных центров, проектов, которые направлены на потребности именно в сфере социального значения. И есть такие проекты, как «Школа Феникс», если слышали. Также у нас есть очень хорошо показал себя детский магазин «Папа Ёж», который тоже обращался к нам в центр. Ну и несколько кондитерских цехов, в которые, если честно, мы не совсем верили, но они уже показывают свой результат. И продукция их уже не только в нашем регионе распространена, но и по всему Северо-Кавказскому федеральному округу. Надеюсь, дальше они будут также развиваться. Несмотря на закрытые границы и ограничения, мы видим, что экспорт в Карачаеве и Черкесии все-таки продолжает развиваться. Да, действительно, ограничения санкционные очень повлияли на развитие экспорта в нашей республике. Мы это ощущаем даже по объему поддержанного экспорта. В прошлом году, несмотря на это, в прошлом году у нас было заключено три экспортных контракта, два из которых – это сфера легкой промышленности и один – это наша знаменитая Бумфа-группа. Как я сегодня уже сказала, в этом году мы будем продолжать развивать данное направление. Мы хотим вывести в этом году новых предпринимателей, у которых есть потенциал экспортный. И очень надеемся, что в этом году мы сможем выровнять, поскольку у нас уже есть задумки и некоторые договоренности с странами СНГ. И последний вопрос. Диана, ваши планы на ближайшее будущее, на предстоящий год? – Планов у нас очень много. В этом году мы хотим охватить все сферы малого и среднего предпринимательства, все направления. В этом году мы хотим сделать большой акцент, большой упор на развитие предпринимателей в сфере народных художественных промыслов, поскольку данное направление очень развивается по всей стране. В нашем регионе их тоже очень немало. Но, к сожалению, на сегодняшний день не все еще находятся, так сказать, в правовом поле. Мы будем помогать им регистрировать свой бизнес или в качестве самозанятых граждан, что больше всего им подходит. Ну или же помогать регистрировать ИП или же ООО. Вот это одно из самых таких у нас больших планов, поскольку, если вы слышали, на ВДНХ проходит форум «Россия». Мы хотели представить и представили там продукцию наших ремесленников. К сожалению, они не все смогли принять участие, поскольку многие из них находятся в тени. И, конечно же, одно из наших таких больших планов – это развивать дальше сферу экспорта в нашем регионе.